Очень много запросов с тем, что а есть ли какая-то альтернатива химиотерапии, Марина, а поможет ли мне нутрициология при онкологии? Давайте разбираться. Привет, меня зовут Марина Жигульская, я нутрициолог. Я не лечу ваши диагнозы. Я помогаю найти причину и восстановить организм для того, чтобы уже сам организм устранил диагноз. Сегодня разбираемся с онкологией. С онкологией человек не просыпается с понедельника на вторник. Это очень многофакторное серьезное заболевание, которое с момента, когда оно стартует в организме, до момента, когда уже действительно его могут диагностировать, иногда проходит десятилетие. Если вы уже столкнулись с этим диагнозом, то однозначно вам нужно обращаться к онкологу. Нутрициолог здесь в одного навряд ли справится. Но здесь есть одно небольшое но. Во-первых, выбор онколога, который не отрицает, например, нутрициологию, не отрицает того, что нужно поддерживать организм витаминами, которые не только двумя руками, там химиотерапия и больше тебе ничего не надо. То есть грамотный онколог, который разносторонне смотрит на ваш организм. Во-вторых, вам, конечно, может серьезно помочь нутрициология, потому что ваш образ жизни онколог восстанавливать не будет. Это будет как раз делать нутрициолог. И поэтому я всегда за такой подход, когда вместе. Когда работает онколог и нутрициолог сообща. И когда онколог, например, говорит, ой, идите вы со своими нутрициологами. Это неправильный онколог. На мой взгляд, это тот человек, который уперся во что-то одно. Химиотерапия, которая окончательно угробит ваш иммунитет. А как вы потом после этого будете жить? И нутрициолог, который говорит, нет, какой онколог, ты что, давай мы сейчас все поправим. Это тоже неправильный нутрициолог. Потому что здесь надо уже использовать все, что работает. Вот во всех сферах. Но без онколога не обойтись. Потому что это узкоспециализированный специалист, который в данном конкретном случае борется за вашу жизнь. Потому что это как раз специфика врачей, не нутрициологов. Я надеюсь, что я донесла основную мысль до тех, кто уже столкнулся с таким диагнозом. Что, во-первых, это выбор специалистов. Ни одного. Это выбор онколога, который не отрицает всего остального. Это выбор нутрициолога, ну и возможно еще какого-то дополнительного специалиста. Потому что вам сейчас нужен комплексный подход. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. И ни в коем случае не оставайтесь у специалиста, который отрицает все остальное. Потому что вам сейчас надо всесторонне поддерживать организм. Как правило, один специалист это сделать не может. А теперь давайте поговорим с теми, кто озабочен профилактикой этого состояния. Потому что, как я уже сказала, онкология это многофакторное очень состояние. Оно не рождается с понедельника на вторник. И стартует оно задолго до того, как вам поставят диагноз. Иногда за 10-15 лет. И вот это время у нас есть для того, чтобы сбалансировать организм. Для того, чтобы закрыть слабые места какие-то и не столкнуться с онкологией. И вот это вполне может делать нутрициолог. То есть, что делает нутрициолог? Он не лечит ваши диагнозы. Он восстанавливает ваш организм, который потом вас избавляет от этих диагнозов. Именно поэтому у нас очень много примеров, казалось бы, таких неизлечимых заболеваний, с которыми медицина, например, не могла справиться. Потому что мы восстанавливаем организм, а не лечим заболевание ваше. А организм, вот он как раз в силах вылечить практически любое ваше заболевание. Потому что до тех пор, пока он жив, и в нем происходят какие-то биохимические процессы, он создает новые клетки. И он может выращивать больные клетки, а может выращивать здоровые клетки. Что входит в профилактику онкологии? Как минимум, это три гормона, которые нужно держать под контролем. Это инсулин, это эстроген и это кортизол. Потому что это три гормона роста. У каждого из них есть свой антагонист. У кортизола, например, это мелатонин. И здесь очень важно, какой образ жизни мы ведем. Спим ли мы по ночам, получаем ли мы мелатонин. Очень важно, в стрессе ли мы находимся, например, и не истощаем ли мы свои надпочечники. Второй гормон, это инсулин. Инсулинорезистентность, это по факту сломанный углеводный обмен, когда в вашем рационе много углеводов, когда вы мало двигаетесь, когда вы постоянно перекусываете. Это вот три вещи, которые точно приведут вас к инсулинорезистентности. И инсулин спровоцирует уже как раз рост чего-то плохого в организме. И третий гормон, это эстроген. Это тогда, когда ваш желудочно-кишечный тракт не работает уже оптимально. Детокс системы в организме поломанный, печень не справляется. И тогда отработанный эстроген не будет выводиться из вашего организма, а будет оставаться в нем. Вы получаете эстроген доминирования, и по факту вот они все три гормона. На фоне, если этого всего еще бушует воспаление, а оно 100% будет, потому что все три гормона как раз запускают воспаление, вот это все в сумме как раз приводит к тому, что рано или поздно начинается онкологический процесс. И очень важный момент, это когда мы видим какой-то препарат, потому что маркетологи-то, конечно, здесь работают, они не дремлют, да, и они говорят, что вот этот препарат против онкологии, а у вас, например, есть уже там генетическая нагрузка такая, да, и вы понимаете, что у вас у мамы, у бабушки была онкология, и вы очень боитесь. Кстати, этими страхами вы только приближаете это состояние, потому что страх это по факту стресс для организма, стресс это кортизол, понимаете, да, связочку. Так вот, если у вас уже есть такое обременение генетическое, то, конечно, вы будете думать, а вот этот препарат меня защитит, и вы будете покупать эти препараты, вы будете покупать витамины, которые вам предлагают, на вас будут все зарабатывать, но по факту, если у вас при этом, например, не сбалансировано питание, если вы постоянно перекусываете, если вы мало двигаетесь, если вы плохо спите, то все это не будет работать никогда, поэтому всегда проблема в нашем образе жизни, и в том, что мы не очень понимаем, как работает наш организм, мы не очень понимаем, что такое детокс, а вот говорят нам детокс-марафон две недели проходит, пойду-ка я на него схожу, но детокс это не то, что можно сделать за две недели, детокс это то, что происходит с нами каждую секунду нашей жизни, просто каждую секунду, активнее всего ночью, и поэтому за две недели почистить печень нельзя, и вообще печень не надо чистить, это не кастрюля, она в себе ничего не копит, потому что она была бы тогда гигантских размеров, когда вы смотрите, например, какой-то ролик, который говорят, что вот давайте мы поправим вам там то, это, пятое или десятое, и вы думаете, да, я сейчас поправлю, но в организме так не работает, в организме, организм это единое целое, в организме все взаимосвязано, и поэтому нельзя взять какой-то один орган и поправить его, он болит, он страдает, и у него есть какая-то патология, только потому, что остальные органы тоже уже плохо его обслуживают, например, если у вас не работает желудок оптимально, у вас всегда будет синдром избыточного бактериального роста, у вас будет кандидоз, у вас будет слабый иммунитет, у вас будет недостаток белка, а следовательно недостаток ферментов, гормонов и так далее, представьте, сколько всего идет только лишь от желудка, и вот эти вещи надо знать, чтобы сохранить свое здоровье и не вступить в онкологию. И все вот эти вопросы, Марина, а как понять, что у меня там нехорошо работает ЖКТ, или как восстановить ЖКТ? Смотрите, милые мои, начинается все с совершенно безобидных сигналов организма, которые мы пропускаем, они нам не кажутся страшными, они не кажутся нам какими-то серьезными. Пропустив их, организм дает следующие сигналы, потом следующие, потом следующие. И вот таким образом мы приходим к уже страшным патологиям и диагнозам, сидим и плачем в кабинете у врача. Для того, чтобы этого не случалось, надо понимать все вот эти процессы. На эту тему у меня есть отдельное видео на канале, обязательно посмотрите. А еще лучше в принципе понимать, как работает ваш организм. По ссылке в описании, три бесплатных видео урока по нутрициологии, работе желудочно-кишечного тракта и питанию. Давайте теперь подытожим. Онкология – это очень многофакторный процесс, который начинается задолго до того, как вам уже озвучат диагноз. И профилактировать онкологию вы можете через свой образ жизни, зная и понимая, как работает ваш организм и на какие сигналы надо обращать внимание. Потому что ваш организм – это не автомобиль, который можно поменять на другой. Но вы поняли, ответственность на вас, не на онкологах и не на нутрициологах. А предупредить всегда проще, чем лечить. Надеюсь, это видео было вам полезно. С вами была Марина Жигульская. До встречи в новых видео.